Книга «Открытым оком». Тема «Мусульманство». 24 том. Вопрос 3693. «Среди магометан трудятся миссионеры в России. Или нет?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Данных не имею. Спиридон до 1917 года имел общение с ними. Его вспоминания незакончены, помешала смута. В тюрьме были и такие случаи.» «Это был магометанин. Не было случая, чтобы он когда-либо оставлял духовно-нравственные беседы и церковную службу. В церкви он начинал молиться по-своему, потом постепенно переходил на наш христианский обычай молиться. Молился он всегда искренне и горячо. Один раз он пожелал видеть меня, чтобы по душе, как он говорил, побеседовать со мной. Его звали Али. Али начал со мной говорить о том, как ему нравилось, когда я в беседе с арестантами говорил о том, что кроме нашего земного мизиевого мирка, существует еще и бесчисленное множество миров с их солнцами, которые имеют бесконечное множество оттенков разных цветов. «Если было бы возможно, — говорил я им, — снарядить такую экспедицию, которая с одной планеты на другую переносилась бы с быстротой светового луча, а световой луч в секунду проходит 280 тысяч верст. И если бы эта экспедиция странствовала по этим мирам 100 миллионов лет, то она топталась бы только на одном месте, потому что перед ней раскрывались бы еще и еще непочатые части Вселенной. И все эти миры, если бы были населены подобно нам разумным существам, то они, жители бесконечных миров, не могли бы иметь более чистой и совершенной по святости и по своему моральному совершенству религии, как христианство». Али заинтересовали мои слова, и как-то он спрашивает, «Если христианство есть такая великая вера во Христа, что она самая святая и совершенничество во всей Вселенной, то разве, когда мы умрем, так будем верить по-христианскому? А где же будет тогда наш пророк Магомед?» Я отвечал, «Добрый Али, и Магомед вас получит там по своим делам. Я, дорогой мой, не думаю, чтобы он Богом был окончательно отвергнут. Бог, как истинный отец людей и Творец Вселенной, всех любит, милует и о всех промышляет, заботится, рождает, кормит, выращивает и по делам всем все воздает. «Батюшка, наш Мула говорит, что только одни Магомеда не спасутся, и после смерти к Богу пойдут, а другие, как христиане, евреи и китайцы, пойдут в шайтану». «Милый Али, ты женатый?» «Да, женатый, у меня три жены есть». «Скажи мне, Али, если у тебя от всех трех жен были бы дети, и из них два, три были бы слепы, как ты думаешь, всех бы ты считал их своими детьми или нет?» «Конечно, все мои дети, и я, как отец, любил бы всех, а слепых еще более». «Так Али, Бог все с нас, без исключения народности и вероисповедания, любит такую бесконечную любовь, что наша самая сильнейшая любовь, сравнительно с любовью Божией, тоже сто осколок льда с солнцем». Али при этих моих словах молитвенно поднял свои руки и прожил в голове и медленно произнес. «Аллах, это так учит христианство?» «Да», – ответил я ему. «Подождите, подождите, батюшка, я еще вас хочу спросить. Почему же вы, христиане, лучше нас живете? Мы водку не пьем, а вы почти все, и бабы ваши окончательно спились. Мы более у вас справедливы, верны, а вы почти все сделали жестокие, неверные, лживые обманщики. Наши бабы так скверно не живут, как ваши. Ваши все особенно городские, имеют мужей, а ходят по другим и грешат бессовестно. Наши малы не пьянствуют, не ругаются матерью, а ваши папы, вы, батюшка, извините меня». «Как свиньи напиваются. Почему же вы так живете? Почему вы не живете по своей христианской вере?» Мне было сказать ему нечего. «Знаешь, Али, у всякого есть своя воля и свободы, и поэтому каждый живет так, как ему хочется. Нет, батюшка, так могут жить только одни звери и животные птицы. Для человека прежде всего должен быть Бог. Я думаю, продолжал Магоментанин, у Бога больше воли и свободы, чем у человека. А он не грешит, знает, что он Бог. Так христианин не должен грешить, зная, что он христианин. «Ты мне, батюшка, достань ваши Евангелия на татарском или турецком языке. Такое Евангелие есть?» «Есть», — ответил я. «Простившись с Магоментанином, я поехал в город, заехал в библейское общество, купил ему на татарском языке Евангелие и через ученика миссионерской школы отправил ему в тот же самый день. Приезжаю опять в тюрьму, устраиваю с арестантами беседами. Смотрю, моего Али нет. Через дня два после этого служу на турге и смотрю, Али моего и тут нет. Я задумался о нем, но не решил даже спрашивать надирателя. На следующей неделе я опять приехал в тюрьму и с собой привез отца Ивана, священника из Бурят. Смотрю по сторонам храма и также не нахожу этого Али. Уже через месяц Али приходит ко мне в церковь, молится по-магоментански. По окончании литургии Магоментанин подошел ко мне и спросил меня. — Батюшка, мне можно у вас покаяться? — Можно, — говорю. — Ну, так я хочу покаяться. Арестант с горячими слезами высказал свои грехи. Наконец вдохнул и сказал. — Мне учение Христа очень нравится. Пожалуй, я скоро буду христианин. — Нет, Али, ты мой дорогой, подожди креститься. Вот постарайся хоть один месяц так жить среди арестантов, вот как вот учат Евангелие. — Хорошо, — ответил Али, — я так и буду жить. Будут меня ругать, бронить, а я за них буду молиться. Буду им все переносить, убирать, не буду сердиться, буду всех любить и пойду со своими арестантами мириться. — Я вот месяца два как с ним побронился, значит, пока креститься не стоит? — Да, пока повремени, мой Али. Али вышел из церкви и отправился в свою камеру. Проходит месяц-другой, я Али не вижу. — Как-то служу я вечерню. Вечерню смотрю, Али стоит в церкви. Кончилась вечерня, Али ждет меня. — Я, батюшка, — забасил Али, — еще хочу покаяться. — Хорошо, — ответил я. Али в эту исповедь с самого детского возраста все свои грехи высказал. Когда кончилась исповедь, Али поднялся на ноги и пробовал мне. — Я скоро буду христианином. Я как стал жить этот месяц по Евангелию, то куда и скорби печаль девалась, мне хочется всех любить и всем делать только добро. И через месяц после этого я его крестил. Этот Мула, как он рассказывал мне, был сослан на каторгу за какой-то бунт в Ферганской области. Удивительно этот Мула. Сколько в нем доброты, духовности и необыкновенной кротости. Он меня встретил на каторге. — Батюшка, я желал говорить вам, — сказал мне Мула. — Хорошо, дорогой Мула, в чем могу служить вам? — Это мини, это мини, домой надо. Жена есть, дети есть, кишмим есть, надо домой. Говоря это, Мула плакал, и мне до глубины души было жалево, особенно когда катились слезы по его убеленному, сединое, старческому лицу. Я, — продолжал Мула, — семь, год каторги, Ферганская область наша жиль. Бог молился, Мула, наш бунт был, мне каторгу судил. При нем был еще один Таталин, и он мне рассказал о нем, как и за что осудили его. Жаль мне было Мулу. Он действительно какой-то внутреннюю духовностью, как магнитом, влек меня к себе. Я до глубины души был очарованным. Я решил спросить его, почему он такой симпатичный, добрый? Он ответил мне. Утром я молился Бог, обед молился Бог, вечер молился Бог, ночь молился. Бог — это такой моя ста. Два раза Аллах моя видел. Сказав это, Мула приложил в руки глазам, заплакал. Я понял, что его таким добрым сделала молитва, и он два раза в жизни сподобился удостоиться видеть святое видение. Я поцеловал Мулу. Когда же вышел Мула из каторги и явился ко мне в Читу, с Читинским Мулой, то свидетель Бог, я его встретил как своего родного отца, и мы в это время один другому бросились на шею, орошая один другого горячими слезами. Он приходил ко мне на квартиру несколько раз. Когда же он уехал домой, то в год письма четыре посылал мне, и при каждом письме в конверт клал целковый тоненький носовой платок. В своих письмах он благодарил меня, и затем каждый раз звал меня к себе в гости. Писал мне даже в каменец Подольск. Вот уже три года, как я от него ничего не получаю, по всей вероятности он дал свою душу в руки Аллаха. Дивный этот Мула, его лицо, его движение, его взор свидетельствовали, что он воистину был великий молитвенник Божий. Бывало, когда он приходил ко мне один раз на квартиру, мы только лишь один на другого смотрели и вместе с ним плакали. Его лицо настолько было одухотворено, что я впивался в его своими глазами, и мне все хотелось, и хотелось смотреть на него. Да не лишит его Господь Бог своей богатой милости. Этот Мула был второй, Корнилий Сотник, только тот был военный офицер, а этот священник Мула Магоментанский. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Арестант этот среди средних лет крепко сложен. Во время исповеди арестантов я слышу звон кандалов. Обращаюсь назад, смотрю. Стоит патруль с арестантом. Я еще не успел сообразить, зачем патруль с арестантом пришел в церковь, как слышу. «Батюшка, эй, батюшка, я хочу исповедаться, я Магоментанин, хочу свои грехи рассказать», – сказал Перс. «Хорошо, друг мой, я тебя исповедую». «Давай сейчас мое сердце болит, тяжело мне», – промолвил арестант. Я подвел его к аналою и хотел было без возложения на него эпитрахи или исповедовать его, но он это заметил и говорит, – «Твой фарт уклади на меня». Я возложил на него эпитрахи. Перс пал на колени и так горячо исповедался у меня, что я даже желал бы перед смертью так исповедаться, как он исповедался у меня. Когда я кончил исповедовать Магоментанина, то он встал, поцеловал крест и Святой Евангелие и говорит мне, – «Теперь мне легче стало на душе. Вы, батюшка, завтра или сегодня зайдите ко мне, я один в своей камерой живу». Я на следующий день действительно зашел к нему. Перс попросил меня сесть на стул, а сам стоя начал мне говорить так, – «Я, батюшка, много раз читал Коран, читал Евангелие ваше. Наш Коран велит бить людей, Геуров, не Гаментан, не Магоментан, а ваше Евангелие бить людей другой веры, другой народ не велит. Я думал, думал и сказал себе, – нет, Христос честнее и больше людей любит, чем наш Магомед Пророк. Мир ему. Я так думал, если мои дети жили плохо, я сердился. Если дети будут после хорошо жить, любить меня, делать, что я им скажу, я опять буду любить их и прощу их. Так Христос и говорит, – покаяться нужно, и Бог простит. Это я понял, что Евангелие вернее, чем Коран. Я теперь сказал все свои грехи Христу. Он ведь меня слышал? Да, – говорю я, – он все знает и все слышит. Деяние 4.12 Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. 1 Иоанн 1.7 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 2 Стихотворение Двинулись потоком Антиоха, Рать, с тем, чтобы Иудея грозно покарать. 3 И смутились люди, и со всех сторон поднялись в народе жалоба и стон. 4 Маковей Иуда нечестивых бич к Божьему народу кликнул громкий клич, и, собрав дружину под единый стяг, двинулся к Вефезде, где скрывался враг. 5 Ревностью священной Господу палим, на пути дружины в Иерусалим. 6 Им пристал внезапно, светел и могуч, ангел в белых ризах, как деница луч. 7 Искрились доспехи, ратные на нем, и сияли взоры ангела огнем. 8 Меч победоносный был в руках его, на челе победы близкое торжество. 9 И благоговенный и радостный восторг, гимны словословий из груди исток, двинулись народы с вождем своим, и на порох грозный был неодолим. 9 Громко призывая имя и еговы, кинулись ряды их на врагов, как львы, и одним ударом смяли и смели, как дыхание бури их с лица земли. N.Григорович Н.Григорович 9 Имуниверс